Номер одиннадцатый. И за пятнадцатый год от издателя вспоминается два случая из практики. Меня попросили рассказать о стеклянных микросферах. И по лечению свеща заднего прохода. До этого больному было сделано три операции иссечения. Нарыва. Но ничего не заживало, шло. Было постоянное воспаление, выделялся гной. Лечился он у лучших проктологов. Человек он обеспеченный. Как говорится, это не о чем не говорит. Лучшие проктологи и прочее. Если у них настроено лечение по соответствующим протоколам, то они могут залечить человека как следует. Вот. Он, значит, взял из моей книги лечение упаренной уриной. Сделал упаренную урину хорошую. Ну вот. Сделал несколько микроклизм. Прикладывал, значит, в смоченную ткань. Что сделал упаренную урину? За счет осмоса вытянуло инфекцию. Обезвредило всю эту рану. То есть, из свеща прямо вытянуло. И все это залечилось. Он приехал и меня поблагодарил. Вот. Был такой случай. Было это дело, правда, давно. Но было. В октябре Луна рекомендует. Да. Тут я пишу, что активно, что следует делать, что не следует делать. Так. Познавательно-практически. Здесь я рассказываю о магнитах терапевтических браслетах. Разбираю, насколько они действуют, насколько они действуют. Могут ли действовать или не могут действовать. Оказывается, там многое зависит от напряженности поля, которое у нас состоит магнитное. Оно может подходить для наших кровяных телец в крови. может не совсем подходить. Но это такое дело скользкое. Отсюда и результаты, соответственно. Мой травник. Вот, чем я горжусь. Чем я занимаюсь. То есть, я собираю информацию. Ну, например, сейчас о Расторопше. Начинаю с истории, исследовать, что она собой представляет. Вот даже, что там Авиценна говорил, что Хильда фон Бинген писала. Это средневековая такая целительница. Интересная женщина. Вот она какая. Видите, красавица. Кстати, она и была красавица, умница. Сочиняла стихи, музыку. Кстати, музыку она до сих пор использует. Она популярна в фильмах. И дальше я пошел в описание, что там действует. Корни, листья, плоды, цемена, свойства, сок, масла жмых. Почему именно о Расторопше? Потому что побудило мне заняться изучением этой травы то, что один мужчина, страдающий гепатитом, он говорит, вот все лекарства, которые я покупал фармацевтические, они в той или иной форме содержали Расторопшую. Ну и я решил, что я буду их покупать. Лучше я приобрету непосредственно жмых Расторопше или масло Расторопше и полечусь ее. Оказалось дешевле и намного эффективнее. И вот что там действует. Сок, листья, корни, семена. Кстати, Расторопше оказалась одним из таких растений, лучше всего действующая на печень. Причем она там ее не очищает, не обеззараживает. Она способствует тому, что идет обновление клеток печени. То есть способствует вот этому процессу. Это очень, очень интересно и важно для здоровья. Кстати, я и жмых ел, и масло, значит, Расторопше. Сейчас, кстати, вот напомнило мне это все. В Москву поеду. Сегодня я еду. Сегодня это у нас 17 декабря 2016 года. Вот. Сегодня я еду и обязательно что-нибудь из Расторопше приобрету. Зайду. Там у них специальный павильончик есть. В котором все такие штучки продаются. Разбор оздоровительных систем. Касуджо ниши. Вот какой мотив. Вот я постарался сделать, чтобы фотография была. Чтобы было приятно смотреть. Знаете, не так вот один текст и все. Как он искал. То есть разбор оздоровительных систем. В чем заключается, можно сказать, изюминка. Изюминка заключается в том, что я беру ту или иную систему. Ну, например, Касуджо ниши. Вот. И начинаю с того, а почему он, собственно, занялся разработкой оздоровительной системы. Оказывается, у него, у самого были проблемы со здоровьем. Вот. Более того, смотрите. Известный врач сказал родителям. Этот молодой человек, к моему сожалению, никогда не достигнет возраста 20 лет. Представляете? И все. То есть врачи уже поставили крест. Ну и что человеку остается делать? Согласно его вердикту умирать. Либо же включать собственный разум он. Искать средства и выкарабкаться из этой ситуации. Что он и сделал. Он начал самостоятельно исследовать, читать различные системы. Медицину штудировать. Разные способы. И официальные, и неофициальные. Все это, естественно, опробовать. В результате рождается система, которая помогла ему выкарабкаться. И он вывел 6 главных правил для здоровья. Это, значит, сон на ровной кровати. С валиком тут под шеей. Такие упражнения для капилляров. Золотая рыбка. Упражнения для капилляров вот такое вот. Смыкание ладони. Это, скорее всего, нормализация энергетики. Вот далее упражнения для спины и живота. Разблокировка, значит, вот, поясничного отдела. Укрепление низа живота. И он обманул этого врача. Прожил полноценной жизнью. Создал систему. Реализовался. Стал обеспеченным человеком и знаменитым. То есть, вот, когда тебе говорят, что у тебя ничего не получится, а ты им показываешь дульку и начинаешь действовать, и получаются прекрасные результаты. Далее, что у меня нового? Как раз я вот книжечку Мандалы сделал. Я к этому вопросу подошел. Это несколько новый для меня вопрос. Потому что я знаю, это не просто такая наука. Это довольно-таки сложная наука и надо заниматься. Ну и постарался сделать вот так, чтобы она выделялась из общей массы. Не рисунками, а как надо медитировать при работе с мандалами. Вот, что надо там делать. Энергия цвета, энергия формы. Об этом мало там кто говорит вообще. И прочее, прочее, прочее. Мандалы цветов жизни. Было издано юбилейное издание «Целительные силы». Кстати, сейчас я вам его покажу. К сожалению, первый и второй том продаются они. Вот она, смотрите, какая замечательная книга. Толстенькая, первый и второй том. Продаются они, к сожалению, что-то плоховато. 3000 всего издана. Книга залежалась. И третий, четвертый тома из-за этого издаваться не будут. Не знаю. То ли народ перестал интересоваться всем этим. То ли денег мало. То ли просто люди не знают, где это все получить. Ну вот я несколько рассказал об этом. Вот и обложка была сделана уже для второго тома. Значит, «Целительные силы» книга. Третья, четвертая. Но, к сожалению, ничего не получилось. Ну и наша рекламка. Вот пят partes. Это что они получили. Все это всегдаIELОN человеческое. Зато, можете Air generates, многих наиболее. Но мы используем все новыеターン.